добрый день друзья вот такая вот погода у нас ненастная вот и я веду свой репортаж из цеха переработки меда и где мы делаем свой candy там на той стороне новая нелидовка деревушка моя где стоит пасека сейчас в темноте и не видать но сейчас зайдем цех и начнем наш репортаж немножко пришлось видоизменить ролик хотел сегодня заехать и на пасеку посмотреть осмотреть сделать обзор но из-за такой погоды по всей видимости не получится ну друзья я уже в цеху начну обзор готовой продукции значит вот наша candy поставляем вот таких вот мешочках развешаны и по килограмму в этой коробке вот в этой коробке 10 килограмм в таком виде мы запаковываем и отправляем или почтой россии или любой транспортной компании это делаю я вот значит здесь у нас есть володя как называется вот эта штука которая дробит мельница да наверное до мельница в которой происходит от до трех раз перемолка сахарного песка мы это вам покажем ну и конечно вот такой профессиональный тестомес без которого невозможно провести качественно перемешивание нашего candy ну и познакомить это владимир владимир привет работник нашего цеха да вот освоился вот используется такой вот декристаллизатор меда в котором стоит значит установлена температура 38 градусов для того чтобы мед был вот таким жидким он идет уже на смешивание ну достаточно сейчас я хочу рассказать двух словах в чем фишка извините что я не в халате на меня халата не нашлось цеху но работа в цеху всегда такая знаете я обратил внимание на что здесь как в больнице нельзя ходить без бахилов очень много на и можно найти сейчас в интернете предложений о покупке candy дешевого как я смотрел ну 70 от 79 рублей и меня всегда интересовало но почему покупая candy в прошлом позапрошлом году я удивлялся почему она становилась через какое-то время на камнем вот но и понял когда изучил эту этот вопрос досконально я понял что это происходит из-за того что candy делается на воде на сиропе вот ну если разобрать вопрос этого candy да почему candy зимой зимнее время лучшие лучшая подкормка для пчел ну только в том что по количеству углеводов candy не уступает ни меду ни сахарному сиропу а в плане от соотношения с водой процент воды ну в разы ниже это почти сухая смесь которая не заполняет кишечник ваших пчел главная ошибка пчеловодов да и по-моему кашковский говорил что нельзя ни в коем случае давать зимой пчелам жидкую подкормку потому что больше 50 процентов влаги а влага как мы с вами понимаем быстро заполняет кишечник который приведет пчел который приведет к опонашиванию и к раннему выходу вашей семьи и строя то есть гибели вот прошел процесс работы мельницы вот таким образом выходит уже сахарная пудра но по я же это к не испытываю на своей пасеке в первую очередь потому что ребят ну качество должно быть соответствовать тому что люди должны покупать так вот я понял что необходимо делать двух-трех кратную двух-трех кратный перемол этой пудры то есть вот эта пудра сейчас у нас выйдет и мы ее повторно опять пропустим через медведь также на качестве продукции сказывается и влажность песка который вот сейчас мы пришлось нам поменять сетку потому что сетка забивается ну сами понимаем что ритейлы наши тоже хотят зарабатывать деньги по всей видимости при фасовке влажность песка остается достаточно высокой и соответственно пудра вернее пудра то получается качественной но забивается вот эта сеточка через которую размельченная пудра проходит поэтому приходится делать это два-три раза перемалывать для того чтобы фактически не оставался не оставались окрошки сахара при поедании пчелками нашего candy кристаллизатор меда работает где кристаллизатор меда работает в автоматическом режиме мед поддерживается стабильной температурой вот понимаете если распускать его до 30 я так думаю до 38 градусов раздевать его по баночкам но это же был бы нормальный приличный жидкий мед вот но мы используем этот мед только для приготовления candy вот такую тонну такого вот качества ну вот после того как сеточку почистили процесс наладился продолжаем делать нашу сахарную пудру пока у нас процесс идет хотел бы задать вопросе колодища там долго будет крутиться есть минутка есть минут когда вы скажи насколько я знаю ты же папа женина евгений это один из основателей этого производства вот скажи нравится тебе здесь работать почему ты работаешь ведь ты мог бы уже не работать и спокойно отдыхать мне нравится смотреть на коммерческий результат выход продукции нравится да то есть ты сейчас освоил производство и крем меда или как же не называют его крем-суфле вот ты делаешь разные виды готовишь один на производстве управляешься совсем да кроме реализации правильно я говорю ну молодец спасибо тебе вот вам мы же не мы с владимиром фактически ровесники и нам интересно потому что ровесникам всегда интереснее есть о чем поговорить и мы не ругаемся нам нечего делить с ним вот нам в пару работать всегда здорово и приятно веселее да мы понимаем друг друга ну теперь в работе наш тестомес так сказать вот двигатель здесь установлен реверс крутит он в обе стороны для чего это нужно ну более качественное перемешивание более качественное приготовление и более однородная масса получается начинаем добавлять потихоньку метку большое количество тоже сразу нельзя отдать уже как бы нормы разработаны все есть наших как сказать рецептах нашей рецептуре ну качество качество кати вы можете определить да вот по даже по цвету когда вы покупаете если вот такое чисто белое как не будет ну соответственно ребят а вот сравните какое оно медовое по цвету да разница ощущается ну и по посмотрите какое эластичное уже после того как она готова и конечно у него есть хороший запах хороший медовый запах но и нельзя допускать чтобы тесто было чересчур жидкое для того чтобы она стекала между рамками до лучшей транспортировки нам посоветовали ложить еще в один пакет более плотный для того чтобы при доставке пакеты не разрывались вот дима нам хорошо позвонил сказал вернее мне позвонил сказал что пакетики в посылочки надорвались и масса немножко потекла пришлось отделить конечно как бы ничего страшного но мы приняли решение пока нет упаковщика для упаковщик я думаю что он не нужен потому что целлофан в котором будет лежать будет более плотные и пчелки его плохо берут а здесь вы просто раскрываете пакет вам он ни во что не обойдется достаете ганди более значит в тонком пакете делаете необходимые надрезы переворачиваете ложите на свои речки и спите спокойно до весны ну вот эта посылочка уже готова я загрузил ее к себе мой не сгибаемый кашкай вот ну и завтра она будет отправлена уже в московскую область герману шабонову подписчику поэтому герман спасибо за то что обратился специально для тебя и своих подписчиков показываю как мы это делаем вот поэтому ребята у меня там сзади написано мед ну в принципе ребята я хотел бы поблагодарить владимира папу евгения за то что вот он вам помог показал потись и фактически весь процесс приготовления к не полу спасибо ну пожелай чем нашим подписчикам смотришь сам-то канал без вопросов я думаю что после таких добрых слов многие обратятся да и еще хотелось бы сделать такую вставку была у меня тема да пора пришла пора покупать пчелосемьи или же пчел короче и многие я смотрю по обзору на своем авито сегодня мне человек буквально здесь никольского недалеко заказал семейку и у меня вот к чему я сейчас хочу это рассказать ни в коем случае не подумайте что хочу прорекламировать свой бизнес из тех 50 отводков которые запланировал продать пятитысячными ну такие пчелосемьи я фактически уже принял заказ на 44 вы понимаете меня да вот исходя из этого я из опыта покупки пчел продажи пчел прошлого года начинающим я хочу сказать ребята не сидите не ждите в феврале вы уже не найдете хороших пчел а в апреле и мая сметут все всех бракованных всех хромых горбатых маток все что там будут неполноценные отводки люди заберут все и выбирать будет не с чего поэтому те кто сейчас уже надумал покупать пчел ребят заказывайте заказывайте ищите и не бойтесь ошибиться сейчас у вас еще есть выбор те вопросы которых я поднимал и говорил задавайте беседуйте со своими потенциальными продавцами потому что допустим не сегодня человек мы вчера с ним вечером списались на авито да вот а сегодня ему ответил по телефону на все интересующие его вопросы мы разговаривали порядка двадцати наверно минут и мне не жалко было потраченного времени а человек убедился в том что он будет брать то что ему надо поэтому ребята старайтесь уже сейчас заказывать пчел потому что еще будут очень много нюансов которые вам могут помешать ну все теперь уже точно в цех